И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Друзья, вы давно меня просили в комментариях под разными видео по Space Engine найти какую-нибудь планету с жизнью, похожую на нашу. Так вот, друзья, в сегодняшней серии я вам докажу, что мы не одиноки. Да, есть организмы такие же, как мы с вами в нашей галактике Млечный Путь, в нашей Вселенной. Итак, друзья, сейчас я вам покажу планету, полностью идентичной нашей, где жизнь только начинает зарождаться, развиваться. Посмотри, вот такая вот планета. Давайте я вам сразу сейчас покажу, на каком расстоянии мы находимся от Земли. Так, наша планета Земля, и посмотрим. Расстояние 135 световых лет. Я не знаю, увидим мы отсюда наше Солнце, да? Вот маленькая точка вдалеке, где-то в бесконечности. И не больше. Да, это очень молодая звездная система, которая находится в созвездии Валапаса. И планета, которую сейчас ты наблюдаешь, она очень молодая. Так, давайте, наверное, рассмотрим ее. Немножко можно ускорить время. Так, немножко неправильно я, наверное, перевернусь. То есть, планета вращается по часовой стрелке, так же, как наша планета Земля. Я сейчас хочу показать вам материки. Давайте немножко ускорим время еще чуть быстрее. И покажу здесь, на этой планете, разрозненные материки. Еще чуть быстрее. Наверное, даже можно, знаете что, убрать облака и убрать атмосферу. Здесь есть также, на северном и южном полушарии, вот такие вот ледяные шапки. Посмотри, это больше напоминает какую-то Пангею, я не знаю, что это. Ну, хотя Пангей, это вообще был один огромный остров, сросшийся. А тут, ну, как бы, наверное, зарождение всех материков, движение и все прочее. Да, здесь есть растительность, посмотри, видишь, всю зелень. Это здорово. Так, давайте вернем облака на место наши. Ну, пока, конечно, не 3D облака, но все-таки. Так, нормальный режим, и я скажу тебе, что здесь довольно-таки такая спокойная погода на этой планете. Здесь нету каких-то тайфунов, ураганов, я не знаю, посмотри, ты видишь, я не вижу ни одного урагана. Плохо, конечно, то, что, как у нас в предыдущем моде, который мы с вами рассматривали, рассматривали, по-моему, терраформированный Марс или терраформированные спутники газовых гигантов нашей Солнечной системы. Здесь нету светящихся городов. Это было бы намного-намного лучше. Вот такая... Так, подожди, у меня там планета Земля, планета Тоса. Так, температура здесь 23 градуса по Цельсию, парниковый эффект 42 градуса, но здесь есть все для жизни, вода, кислород, аргон и все прочее. Да, это умеренная озерная Супертера с жизнью Супертера. Органическая многоклеточная морская жизнь на этой планете. Так, у нас что у нас здесь? Солнечные сутки на ней в 18 часов 45 минут. Диаметр, ну, чуть больше земного. Тяготение увеличено на одну единицу. Вот и бы здесь было немножко тяжелее бы. И немножко, по-моему, повышено атмосферное давление. Да, 1.72. Ну, я не знаю. Давайте попробуем, конечно, опуститься на поверхность. Что мы там увидим? Ну, мы увидим здесь какие-то горы, равнины, зелень, похожую на нашу. Ну, в принципе, да, ничего такого особенного, примечательного-то и как бы и нет. Ну, если были бы 3D-облака, это было бы намного лучше. Посмотри, вот здесь, по-моему, какие-то горные хребты. Вот над горными хребтами я бы, конечно, пролетел бы с удовольствием, посмотрел бы вообще здесь строение. Посмотри, у нас здесь есть озера, да. Это, конечно, здорово. Вот такая, не знаю, что это, равнина или горная какая-то... Ой, подожди, стой. Ох, нет-нет-нет, под воду я не хочу опускаться, нет. Да, было бы здорово, если, конечно, бы уже бы разработчики придумали и внесли бы в игру. Ну, вернее, они работают над этим, но побыстрее бы внесли бы 3D-воду. Это смотрелось бы классно. Горы, покрытые, да, покрытые полностью льдом. Подожди, стой. Высота над поверхностью моря 2,67. То есть 3 километра мы сейчас над поверхностью моря находимся. Так, ладно. Я видел еще, знаешь, какие-то здесь непонятные голубые лакуны. Вот это что это? Или это какая-то другая голубая растительность? Не так быстро. Да, это какая-то голубая растительность, посмотри. Здорово, прикольно выглядит. Действительно, здесь какой-то другой фотосинтез или что это? Непойму. Здорово. Давайте я вам, наверное, покажу всю вообще эту звездную систему. Так, значит, это планета Тоса. Ну, мы видим, что у нее нет никакого спутника. Вот такая вот звезда Калиопса. Повторюсь, находится она в системе Валапаса. Ну, то есть, не в системе, а в созвездии Валапаса. Итак, значит, что мы здесь имеем? 10 планет, но здесь я вижу всего лишь, по-моему, 9 планет. Планета Полибонте. Планета Полибонте. Но это ничем не примечательные планеты. Это Меркурий. Еще планета Бронте. Умеренная безвоздушная мини-терра. В принципе, то же самое, что и Меркурий, да. Как я и говорил. Планета Лесмен. Умеренная океаническая супераквария. Здесь есть вода, кислород. Есть также у этой планеты две луны. Посмотри так. Да, довольно-таки на дальнем таком расстоянии мы находимся. Ну, ладно, не суть. Давайте обратно перейдем к этой планете. Да, эта планета тоже очень молодая. Эта планета полностью покрыта океаном. Здесь, повторюсь, вода, кислород. Но здесь жизни как таковой нет. Я не знаю, возможно, бактерии какие-то зарождаются или еще что-то. Да, это молодая звездная система. Так. Планета Целтрум. Прохладная пустынная терра. Это, наверное... Что это? Либо это полностью заледеневший мир. Хотя прохладная пустынная терра. Наверное, это Венера на ранних стадиях. Стой, давай уберем облака. Угу. Точно. Посмотрим. Полностью такая, знаете... Да, вон там, по-моему... Я смотрю, проглядываются какие-то... Я не знаю, что это. Раскаленная поверхность или что? Это не пойму. Даже есть озеро маленькое. Непонятно. Непонятно. Так, есть два газового гиганта, которые у нас... Кружатся в танце друг рядом с другом. Было бы здорово, если бы, конечно... У этих газовых гигантов была бы... Как раз наша-таки планета. С жизнью. Планета Тоса. И вот где-нибудь примерно... Ну вот... Ну вот здесь, что ли, находилась бы. Прямо-таки в центре. И можно было бы наблюдать два газового гиганта на ночном дневном небе. Это было бы здорово. Планета Тагентус. Криогенный Нептун. И планета Кина. Это тоже у нас криогенный Суб-Юпитер. Ну, то есть звездная система у нас состоит... В основном, я тебе скажу, из каких-то... Ну, нет. 50 на 50. Замерзшие миры. Прохладные там, не знаю. Пустынная Тера и газовый гигант. Давайте вернемся к нашей планете Тоса. Да, вот такой вот примечательный мир, который находится в нашей галактике Млечный Путь. То есть, ребята, в этой серии я вам еще раз, в очередной раз доказал... Что жизнь, жизнь похожая на нашу, она существует. Да, она существует в нашей галактике Млечный Путь. Далеко ходить не надо. Мы не одни. Мы не одни, ребята. Ну, я надеюсь, тебе такая коротенькая серия нашего путешествия в мире Space Engine понравилась. И ты обязательно поставишь пальчик вверх, подпишешься на канал, нажмешь колокольчик, дабы не пропускать наши новые путешествия. А, кстати, да, ребятки, подожди. Перебью на секунду. Присмотрись. Кстати, у нашей планеты есть небольшие кольца. То есть, вот, смотрись вот в этот промежуток. Я буду постепенно отдаляться. И посмотри, есть кольца, да. Маленькие незаметные проглядывающиеся кольца. В общем, ладно, ребята. Помните, что космос и вселенная бесконечны. И мы начинаем только свое путешествие в нем. Всем пока-пока. Всем новых открытий. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok